Здравствуйте! Это специальный проект нашего телеканала «Открытый музей». Мы в ГМИ имени Пушкина, и он, как и многие музеи в мире, временно закрыт. Сегодня мы продолжаем путешествие по выставке рисунков от Дюрера до Матисса. Коллекция французского рисунка в музее насчитывает около 2000 листов. И действительно, все произведения, которые представлены у нас, это самые крупные имена французского искусства. Начинается наша коллекция с той эпохи, которая, по сути, является периодом становления французского искусства 17-го столетия. 17-й век – это вообще было время развития во всех крупнейших европейских странах и становления их национальных школ. Но, надо сказать, что Франция от всего этого общего периода немножко отставала. В то время, когда уже давным-давно работали в той же самой Италии, Фландрии, Голландии, Испании крупнейшие художники, и имена их были известными, такие как имена того же самого Веласкеса, Рембрандта, во Фландрии, естественно, Рубенса, французы начинают свое становление очень быстро национальной школы живописи примерно со 2-3-17 века. Что касается той эпохи, которая этому предшествовала, вот, пожалуй, наверное, наиболее интересным, то, что осталось от французского искусства этого времени, это был французский карандашный портрет. Это вот этот замечательный портрет работы Клода Милана, изображающий президента французского парламента господина Рене де Лонгёве. На примере этой работы можно действительно оценить те невероятно тонкие качества не только портрета, но и вот этого умения мастера, как рисовальщика, создать образ, используя действительно очень небольшой выбор каких-то средств. Это черный мел, которым художник на листе бумаги умеет передать нам удивительно точный образ, отдавая, наверное, главное внимание какому-то внутреннему ощущению характера личности этого человека. Он изображен здесь в костюме президента парламента с таким широким отложенным воротником, и в тончайшей абсолютно разработке его лица черным мелом художник нам просто ухватывает очень тонкие нюансы его характера. Портреты карандашные – это были те действительно лучшие абсолютно какие-то достижения французского искусства, которые пали на рубеж 16-17 века. Но в полной мере становление французская культура начинает переживать уже в то время, когда появляется во Франции такое крупное имя, как Николя Пуссен. И, наверное, парадокс этого мастера, как вообще его искусство, был в том, что он большую часть своей творческой жизни он провел не во Франции, он провел свою жизнь в Италии, он жил в Риме. Он приехал туда в 1624 году. Николя Пуссену к этому времени уже 30 лет. Его современники, его ровесники в это время в других уже странах давным-давно известные художники. О Пуссене практически не знает никто. Это был человек, про которого очень точно сказал Бернини, что перед тем, как создать любое произведение искусства, на холстеле, на листеле бумаги, он сначала создает его в своей голове, оно рождается в его разуме. И вот это невероятно точное пластическое осмысление любого сюжета, любого мотива. И потом очень быстро он начинает это воплощать. И, наверное, вот те ориентиры, которые, по сути, вдохновляли его, и что всегда является точкой отсчета для понимания становления стиля Пуссена, стиля классицизма, это, безусловно, искусство античного Рима, и это Рим эпохи Возрождения. Я думаю, что примерно вот как раз с такого рода работам, когда он начинает вести некий диалог с античным римским искусством, можно отнести и вот этот замечательный лист, который исполнил художник около 1640 года, лист, изображающий царицу Зенобию, найденную на берегу реки Аракса. Сюжет этого листа, этого рисунка, он восходит к литературной основе. Это аналы Тацита. И тут рассказывается о том, как царица Зенобия, армянская царица, которую вместе с ее мужем, родомистом, преследовали парфяне, она тогда взмолилась к своему мужу, чтобы он убил ее, чтобы не попасть только в руки врагов. И он ранит ее кинжалом и бросает ее в реку Аракс. И течение реки выносит ее на берег, где еще живую Зенобию находят пастухи и спасают ее. И я думаю, что когда мы с вами смотрим, как художник решает этот античный сюжет, мы понимаем с вами, что он действительно берет и уподобляет всю эту сцену подобию античного римского саркофага, которым он, конечно, вдохновлялся. Нельзя сказать о том, что это действительно была некая такая копия или некая студия с какой-то конкретной работой. Хотя это напоминает нам с вами один из римских саркофагов, который он тогда мог видеть в частном собрании. Но это была некая такая его как бы инвенция. Это был некий свободный диалог с античным искусством. И если даже посмотреть, как он разрабатывает композицию, когда он как бы как некую пластическую группу наподобие барельефа размещает всех своих героев на фоне пейзажа, то тут просто есть явные отсылки к памятникам, которыми вдохновлялся Пуссен и которые он мог видеть. Ну, в частности, фигура царицы Зенобии, которая поддерживает пастухи, она просто явно восходит в фигуре Ариадны, которую он видел, в частности, в Риме. И сейчас это произведение спящей Ариадны находится в одном из Ватиканских собраний. Лист Николя Пуссена «Цицера, разыскивающий прозерпину» относится уже к зрелому периоду его творчества. Он был создан Пуссеном уже около 1648 года, то есть это было время, когда Николя Пуссен успел уже появиться во Франции, провел там 18 месяцев, потом вернулся в Рим, и там уже жил до последних дней своей жизни, там он и скончается. И интересно было, что вот это произведение поступило в собрание нашего музея как рисунок художника Джулио Румано. И вот тут вот есть подпись, которая, в общем-то, оказалась, не принадлежит художнику Джулио Румано. Интересно было, что перед тем, как Пуссен вообще решает впервые еще в 1924 году отправиться в город Рим, он начинает изучать искусство итальянского возрождения по гравюрам таких мастеров, как Рафаэль и именно Джулио Румано. И вот это очень интересный, как бы, такой диалог, который начинает выстраиваться вообще вот в каком-то культурном контексте восприятия искусства Ренессанса, искусства классицизма. Любопытно, что этот рисунок Николя Пуссен создавал с саркофага, который он мог видеть в Риме. Но, скорее всего, он даже писал его не с самого саркофага, а как он часто это делал. Это была такая его свободная инвенция на сюжеты античных саркофагов, а с гравюры, которую тоже он смог познакомиться в Риме в одном из частных собраний. Есть предположение, что это даже не целиком лист, которым работал Николя Пуссен, а лишь его фрагмент. Он оказался обрезан. Здесь мы видим с вами, в частности, Цицеру, которая отправляется на поиски своей дочери Прозерпины, похищенной Плутоном. Это его мрачное подземное царство. И вот тут изображена ее фигура с таким рогом изобилия. И вполне возможно, что вот на той как раз части, которая оказалась утраченной, и была сама сцена похищения Плутоном Прозерпины. Ну и, безусловно, мы видим с вами, как это произведение, это просто очень яркий такой пример зрелого стиля Пуссена, когда у него, во-первых, самое важное в композиции – это ритм, когда он берет и уподобляет само вот это вот изображение в рисунке некому античному саркофагу. И он не только начинает нам с вами, как в неком рельефе в саркофаге, изображать головы персонажей на одном уровне, но он так работает здесь, на этом листе, вот своей кистью, коричневым тоном и пером, что вообще возникает в этой какой-то тончайшей размывке, которую художник использует, ощущение некой скульптурной группы. У него, кстати говоря, еще был такой интересный принцип работы, который он часто использовал, не только, кстати говоря, создавая свои живописные произведения, но и в том числе рисунки. Перед тем, как все это перенести на лист бумаги или на холст, он очень часто сначала лепил фигуры из глины или из воска, помещал их в специальный ящик, и только когда он точно уже находил вот этот свой композиционный строй, пластический абсолютно строй в этом своем знаменитом ящике, который описывает его биограф Филипьен и Белори, он затем это переносил в свои законченные произведения. И в рисунке, который перед вами, и, в частности, в живописные вещи. Но это произведение, как я вам уже сказал, восходит, конечно, в первую очередь к двум известным памятникам. Самому саркофагу II века н.э. и гравюре, которая саркофага была сделана. И вот это действительно как бы такая инвенция, некий такой диалог, который Николя Пуссен выстраивает с античной культурой, это произведение блистательно демонстрирует. Субтитры создавал DimaTorzok представление французской школы в 17 веке, и, в частности, рождение того стиля, который действительно в полной мере выразил французское мировоззрение. Это стиль, который получил название классицизма. И не случайно, что Николя Пуссен, он провел большую часть своей жизни в Италии, идеалы искусства которой, как и сама Италия, безусловно, вдохновляли его для рождения этого стиля. Вот здесь, вот в этой части экспозиции, мы попытались воссоздать некий такой диалог между одним рисунком Пуссена и его живописными произведениями. Мы представили здесь очень небольшое, но невероятно качественное произведение Пуссена. Это его рисунок, который выполняет пером и кистью коричневым тоном на фоне пейзажа Моисей, оттесняющий пастухов от колодца. И не случайно, что поместили мы его здесь, потому что ряд произведений художника, такие, допустим, как его сатиры «Нимфа», такое произведение, как, в частности, пейзаж с Геркулесом и Какусом, они действительно очень важное значение отдают именно как раз задачам пейзажа. Что касается вот этого произведения, пейзаж с Геркулесом и Какусом, то Николя Пуссен, несмотря на то, что главный жанр, в котором художник работал, был жанр исторический, очень часто в своих произведениях обращался именно как раз к пейзажам. Когда он создавал такого рода работы, безусловно, это не были портреты конкретной местности. Николя Пуссен очень много путешествовал по римской кампании, и он всегда путешествовал с альбомом, где делал беглые зарисовки удивительных вот этих ландшафтов Италии. Но когда он создавал вот такие пейзажные фоны для сюжетной канвы своих произведений, он, безусловно, создавал эти вещи как сочиненные. Да и более того, такого рода произведения можно отнести, безусловно, к жанру пейзажа, но пейзажа особого, пейзажа исторического. Вот, в частности, для Николя Пуссена всегда в его пейзажах была важна взаимосвязь между сюжетом, который художник изображает, и тем, как он будет трактовать сам пейзаж. В частности, здесь он берет сюжет из Иноиды, Вергилия и Метаморфоса Вития и рассказывает о том, как великан Какус похищает у Геркулеса его священное стадо. Геркулес находит это стадо, он услышал его блеяние, а Какус запер это стадо в святилище богини Дианы на Авентинском холме. Тогда он отвалил вход в эту самую пещеру, освободил свое стадо и, сразившись с великаном Какусом, поверг его в единоборстве. И вот мы видим с вами как раз здесь, что, по сути, главным-то героем этой картины становится даже не столько сами Геркулес и Какус, а вот этот невероятно тонко им написанный героический пейзаж, в котором эти события все происходят. И мы видим с вами, как вот эти фигуры очень часто, как в частности Геркулес и Какус, они будто бы становятся частью этого пейзажа, частью вот этой как раз скалы этого Авентинского холма и почти сливаются с ней по колориту. Неким примером такого диалога, взаимодействия и пластического языка Николя Пуссена, рисунков его в живописи, конечно, является вот это произведение, рядом с которым тоже размещен рисунок Николя Пуссена. Битва Моисея с пастухами у колодца. И вот если просто обратить внимание на то, как Николя Пуссен в своей живописной работе «Битва» израильтян с самареями начинает нам с вами невероятно пластически располагать все фигуры своей композиции, эти переклички очень хорошо видны. Сюжет этой картины Николя Пуссен взял из Ветхого Завета. Это книга полководца Иисуса Новина, где рассказывается о том, как израильский полководец обратился к Богу с мольбой, чтобы тот остановил ему на небе солнце и луну. Нужно было, чтобы заостановилось время, день. И ему нужно было непременно до захода солнца победоносно закончить битву и освободить землю от амореев. И вот момент, когда эти солнца и луна замирают на небе, и мы с вами видим это, как художник вам очень точно следует тексту Ветхого Завета, изображает эти моменты. Он нам показывает с вами, как полководец Иисус Новин, изображенный вот там в центре верхней части композиции, с его войском повергает амореев, и они бегут в беспамятстве. Ну, во-первых, мы с вами понимаем, что он берет и трактует вам сюжет истории Ветхозаветной как сюжет истории античной. Это вообще была особенность искусства Николя Пуссена. Какому бы историческому пласту он не обращал себя, это могли быть сюжеты средневековой истории, сюжеты Ветхозаветной. Они всегда будут им трактованы как сюжеты истории античной. И, безусловно, что он брал вот эти какие-то свои основы трактовки этих сюжетов подобным образом из тех римских саркофагов, которые он изучал, и которые мы видели с вами, как он воплощает вот эти как бы диалоги с ними в своих рисунках. Ну и даже то, как он вам расположил все эти фигуры, если мы с вами начнем внимательно рассматривать композиционный строй, то мы заметим, что все фигуры первого плана у него выстраиваются как фигуры античного барельефа. И у него даже идет такая линия, допустим, голова вот этого обнаженного воина, его рука, которой он поддерживает коня под усцы, вот этот локоть израильтянина, который занес меч над Амареем и убегающий Амарей. И, наконец, второй принцип, который художник здесь тоже использовал. Вот в композиции Николя Пуссена очень часто начинают появляться очень такие устойчивые пирамидальные построения. У него через фигуры вот этого обнаженного воина, его этот ногу, торс и так далее, идет вот такая линия диагональная вот туда, к вершине композиции, где изображен полководец Иисус Новин. Он призывает своих воинов к битве, они опускают копья, и Николя Пуссен, как бы следуя этому ритму, он начинает наш с вами взгляд переводить вот сюда, вот к этому месту, где упал побежденный Амарей, он закрывается щитом. И у него в основе этого композиционного строя лежат очень устойчивые приемы. Это вот такое пирамидальное и барельефное построение. И безусловно, что вот эти все приемы он просто черпал, изучая искусство древнеримских саркофагов. Если вы не можете прийти в музей, то открытый музей придет к вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok